Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. Ничто человеческое не чуждо даже президентам. Эту истину еще раз подтвердил первый президент Казахстана, который правил страну в течение 30 лет, Нурсултан Назарбаев. На дне к свету должна выйти его книга воспоминаний «Моя жизнь от зависимости к свободе», в которой 83-летний Назарбаев рассказал о своей поздней любви. Назарбаев впервые признался, что кроме первой леди Казахстана Сары, у него есть еще одна семья, и что кроме трех дочерей от первой жены, у бывшего президента есть еще два уже взрослых сына. В частности, экс-президент рассказал, что встретился с будущей второй супругой во время рабочей поездки Талды Карган. Асель Исабаева встречала президента в числе других девушек у трапа самолета. По словам Назарбаева, он был потрясен красотой Исабаевой. Прошло время, но Назарбаев все не мог забыть образ прекрасной девушки. А потом он увидел ее фото в газете, поскольку она выиграла титул «Мисс Казахстана» 1999 года. После этого разыскать девушку уже не было сложным делом. А вскоре их знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия в сближение постепенно не стали встречаться. Экс-президент пояснил, что женился на Асель с соблюдением мусульманских обычаев. На момент заключения брака Назарбаеву было 65 лет, а Асель – 25. А со временем Асель подарила президенту двух сыновей. В 2005 году родился Талман, а в 2008 году появился на свет Байкен. При этом про свою первую жену Назарбаев отзывается с уважением, так как она была рядом часы самых тяжких испытаний. Он признался ей в наличии новой возлюбленной после рождения первого сына. По словам Назарбаева, первая леди поняла его и простила. И, к слову, несколько лет назад бывший зять первого президента Казахстана Рахат Алиев, который был женат на старшей дочери Назарбаева Дариге, рассказал о тайной личной жизни бывшего тестя. И если верить его словам, то Асель и Собаева – не вторая жена, а третья. Так, со слов экзятия до встречи с Асель, на протяжении многих лет Нурсултан Назарбаев составил фактическом браке с Гульнарой Ракишевой, работавшей в прошлом стюардессой на президентском самолете. И якобы она родила ему двух дочерей, а он построил для своей второй семьи роскошный дом в Астане. А в заключении хочу только заметить, что многоженство в Казахстане не является уголовно наказуемым, однако оно и нелегализовано. А вам, как всегда, спасибо за внимание! Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok